Сегодня начнем с главной международной новости. Встреча в Минске. Украину хотят вернуть к мирной жизни. Пути выхода из конфликта ищут все вместе. Для этого за круглым столом собрались президенты Казахстана, России, Беларуси, Украины и представители Европейского Союза. В 16.00 по времени Алматы в столицу Беларуси прибыл Нурсултан Азарбаев. Среди главных тем экономическое сотрудничество между Таможенным Союзом и Украиной на фоне ЕС, а ключевой вопрос все же украинский кризис. Тему продолжат наши корреспонденты. Экономические связи Украины, ЕС и Таможенного Союза, ситуация на Донбассе, проблемы с поставками газа, ключевые вопросы, минские встречи, которые пройдут здесь, во Дворце Независимости. День большой политики в Минске стартовал с ряда двухсторонних встреч. В 16.00 по предварительной версии мы ждем первую пресс-конференцию, на которой будут сделаны заявления. Встреча глав государств в Минске сегодня в центре внимания всех мировых СМИ. В столицу Беларуси съехали президенты Казахстана, России, Украины и представители Европейского Союза. Формат мероприятия Украина, ЕС, страны европейской тройки предполагает, что лидеры государств смогут переговорить с представителями Евросоюза между собой из глазу на глаз. Главная интрига все еще сохраняется. Состоится ли встреча Петра Порошенко с Владимиром Путиным. Однако президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал эту встречу в Минске часом истины для России и Украины. Острые вопросы важно совместно обсуждать. Без взаимных уступок мы не сможем продвинуться дальше. Ясно, что легких решений нет. Мы предлагаем сохранить формат переговоров на высшем уровне для выработки взаимовыгодных решений. Если это приемлемо, как предлагали некоторые участники, организовать встречу в Казахстане, то мы готовы. Кроме того, Нурсултан Назарбаев призвал Запад и Россию прекратить санкционное противостояние. Глава государства отметил, что от взаимных санкций ослабевает экономический потенциал стран, страдают простые люди, растет социальная напряженность, и это все ведет к новому витку мирового кризиса. Президент также подчеркнул, что Казахстан заинтересован в продолжении и укреплении взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества как в рамках Таможенного союза, так и с Украиной и Европейским союзом.